привет всем и дорогие друзья сегодня с вами снова я владимир сегодня поговорим о мобильном гейминге а именно допустим об игре на windows планшетах вот этот вот малыш на секундочку тянет 3 battle field можно поиграть в 3 far cry на нем даже можно запустить skyrim пускай не на максималках и с определенными твиками но вот этот планшет на виде позволяет мне играть в дороге когда у меня нет допустим под рукой свеча либо он сел ну либо так получилось что поездка деловая свечи собой брать нельзя ибо я буду все время играть я себя знаю наркоман но и геймпад он нужен для того чтобы просто подключаться к доку то есть ну чтобы ставить планшет получиться в позицию и можно было играть и в принципе телефоны сейчас тоже очень хорошо выполняются исполняют игровую функцию обратите внимание игры становятся все красивее и красивее и ваши гаджеты они очень часто греются причем на флагманах допустим со snapdragon последним очень часто последние годы такая проблема что аппарат выдает сообщение что очень сильно нагрев не дает вам камеру допустим запустить или еще что-то потому что все аппарат очень сильно греется и а в принципе раз индустрия требует то производители выпускают вот такая вот станция прикольно становится компактный но я здесь уже просто все обвязал под себя это специальная охлаждающая станция для во первых планшетов сейчас вы меня увидите кстати привет всем я нет не увидели то есть для планшетов и вариант номер два если вдруг у вас смартфон в это вообще мне понравилось что нет очень прикольно так сделали если у вас смартфон то вот так вот то есть но это понятное дело охлаждает корпус на вашего смартфона но я веду к тому что если маленькая диагональ вы все равно сможете поставить то здесь вот у меня аппарата с диагональю 5 и 5 дюймов но соответственно 5 и 7 либо у вас 7 дюймовый планшет вот это кстати 8 дюймовый то все будет очень здорово заряжаться давайте покажу что она себя представляет здесь у нас специально есть юсб выхода здесь у меня имеется специальные ну то есть можно вставлять как в розетку но так как у меня условия не очень хорошие я буду подключать к получается powerbank от компании сяоми давайте подключим и у нас включается кулер вы должны его слышать насколько хорошо он работает вот как вы сами думаете я вас очень сильно удивлю вот этот планшет он гад очень сильно греется к примеру в тот же самый skyrim он может ну в таких моментах когда очень много допустим объектов на экране и он вообще прям раскаляется он раскаляется очень сильно поверхностно просто кипяток то просто синий кран и планшет аварийно перезагружать и из-за нагрева так вот некоторые кстати здесь даже видно смотрите они знают как хорошо это захватит я надеюсь что это захватит но вот здесь полоска темная и здесь темная полоска вот это два места где сильно-сильно нагревается прям видно что здесь пластик выцветает и в интернете из такой прикол что чувак один умудрился энтузиаст снять корпус и поставить здесь медную пластину которая позволяла ему понижать нагрев на 10 градусов, то есть, ну, здесь, в принципе, есть пространство, вот здесь вот ее можно вложить, но это, согласитесь, слишком сильные заморочки, а вот этот вот кулер, это намного проще, потому что на секундочку я проводил тестирование, мы будем проходить игрушку Doom на максималках, в одних и тех же, получается, локациях, один и тот же временной промежуток, и вы по демонстрации сможете понять, что вот этот малыш понижает температуру до 14 градусов, вы просто вдумайтесь, для планшета, то есть, для телефона это, это, в принципе, вообще огромная сумма для телефона, но для планшета, у которого включается аварийное выключение при перегреве, там, определенной критической температуры, здесь это 98 градусов, если я не ошибаюсь, у меня есть специальный виджет, эти 14-12 градусов, это просто мама небесная, то есть, вы можете снизить очень сильно нагрев и играть, не боясь, что у вас что-то переговорит, и, кстати, ко всему прочему троттлинга нету, то есть, здесь вот очень удачное сочетание, что температура не доходит до того промежутка критического допустим, первого порога, когда процессор начинает системно понижать частоту, здесь такого нет, из этого геймплей постоянно плавный, то есть, я уже снимал видео про кулер для вашего ноутбука игрового, внешнего, но вот теперь мы пришли к тому, что такие же штуки выпускают и для планшетов, ну, очень классная вещь, вот прям очень классная, в дорогу, вот с этим Windows планшетом, прям мастхефт, тем более, что она очень хорошо собирается, она становится очень компактной, но, опять же говоря, я просто здесь очень сильно подвязал кабель, что мне ее сгибать не хочется, но чтобы она сгибалась, она очень плотно держится, здесь слева и справа вы просто жмете на кнопки, да, и вот он начинает двигаться, то есть, здесь как бы идет фиксация, вы можете под свой угол, как вам нужно, а, камера не очень хорошо показывает, вот так вот покажу, жмете и регулируете нужную вам частоту, отпускаете, происходит защелк, но, кстати, это больно низко, мне надо повыше, все, защелкнули, и он держится, красота, вот такая вот штука, ссылочка в описании под этим видеороликом, пользуйтесь на здоровье, реально, для меня это открытие, причем я искал совершенно другую тему, я искал охлаждающую подставку для Nintendo Switch, и наткнулся на вот этого красавца, молодца, цена вопроса всего 400 рублей, всем рок-н-ролл!